здравствуйте уважаемые профессионалы и любители шашечной игры сегодня я играл на сайте ли draft турнире так называемая пуля по русским шашкам в этом турнире занял второе место первое место занял мастер из польши который сейчас проживает в великобритании михал деницкий и с михалом мы с его сыграли сегодня три партии которые хочу разобрать первая партия михал играл белыми жаж 4 я меняюсь f5 в центр отказана игра петрова михал играет а b4 и я ставлю так называемый тычок видите нападать сейчас бесполезно потому что черные также нападут и у белых здесь будут проблемы за счет переразвития у черных более хорошая позиция поэтому михал здесь играет b3 я играю а g7 а b2 в принципе можно так играть я играю bc5 не даю михалу сыграть bc5 и выиграть шашку но здесь хорошо было играть b5 но михал сыграл fg3 это ход пассивный я считаю есть уже у черных более лучшая позиция я игра b6 но после всех разменов у меня уже более приятная позиция далее a b4 bc5 полностью захватил центр и белым надо уже уравнивать b3 de7 е в 2 михал построил ловушку то есть хочется играть a b4 c b2 и прорваться в дамки наш 8 или на d8 естественно закрываем дырку на f6 ходом gf6 ну и далее cb4 e d6 dc3 bc7 в этой позиции у белых была ничья надо было разменяться f e3 и побить вперед но у черных есть два хода либо fg5 либо fg7 давайте разберем оба если черный играет fg5 тогда белый играет hg3 и грозят напасть gh4 поэтому черным самим приходится напасть ну и тут партия быстро заканчивается ничью белые жертвуют шашку затем нападают приходится закрываться еще раз нападают ну и черным надо идти в дамки белые бьют две шашки черные ставят дамку и нападают сзади ну тут все быстро заканчивается видите белым лучше отжертвовать две лишние шашки и поставить дамку с ничьей первый вариант второй вариант если черные играют fg7 здесь белым надо сделать точный ход gf2 то есть позиция часто встречается в практической игре поэтому ее полезно запомнить и на ход fg5 здесь белые уже не боятся они играют hg3 и черным самим уже надо уравнивать единственный ход едой 4 черные жертвуют шашку и еще не так то просто сделать ничью ну самая простая здесь ничья вот такая нападаем на шашку h4 приходится черным отходить на бортик здесь мы жертвуем шашку ходом g6 и нападаем с поля h4 то есть тут еще черным надо аккуратно играть михал же в этой позиции вместо fg3 сыграл cd2 оказывается этот ход уже проигрывает у меня был красивый выигрыш но играли в пулю то есть одна минута на партию без добавления времени поэтому мне не удалось здесь рассчитать очень красивый и техничный выигрыш я сыграл fg7 этот ход выпускает выигрыш а парадоксальный выигрыш был после хода fg5 смотрите как красиво fg3 gh4 кажется что белые выигрывают шашку после хода b5 но черные и тут же отыгрывают и выясняется что позиция белых плохая потому что у них бортовые шашки a3 и a5 далее возможно hg3 hg5 de3 вытесняем белых центр ходом gh4 белые играют gf4 из что-то все прыгает и затем играем cd6 белым надо жертвовать шашку a b4 и играть е d4 здесь можете поставить видео на паузу и попытаться найти красивый выигрыш за черных в конце будет так называемая присоска или контур удар черные играют fg7 и на ход de5 играют dc5 белые заходят в любки думают что ничья не за горами то есть видите fg5 играть бесполезно белые пройдут в дамки ну черные очень красиво выигрывают hg3 но в какую бы сторону белые не побили они проигрывают ну самое сильное побить на h2 когда все заканчивается позиции 2 на 2 черные меняются и затем легко выигрывают такой далеко не очевидный выигрыш был у меня я же в партии пошел fg7 можете видеть то же время то есть у михала в этой позиции было 38 секунд у меня 27 михал сыграл fg3 я cb6 белые напали b5 но и тут позиция полностью уравнивается cd4 бой на c7 бой gf2 бой бой я сыграл bc7 и тут михал допустил решающую ошибку он сыграл fg3 этот ход проигрывает а ничья была такая она была сыграть gh4 белые грозят на пасе fg3 поэтому приходится играть gh6 тогда белые уже играют fg3 ну и тут все форсировано cd6 допустим разменялись dc5 и f4 черным надо отжертвовать шашку cd4 и прорываться в дамки dc3 dc7 cb2 cb8 ставим дамку на a1 ну и на любой ход белых меняемся fg5 с ничьей такая ничья была у белых михал же напал цитноте видите у него было 33 секунды у меня 20 я закрылся естественно михал еще раз напал я еще раз закрылся ну и оппозиция складывается в мою пользу cb2 cd6 ba3 bc5 здесь у меня уже осталось очень мало времени михал пожертвовал шашку а g3 и сыграл dc3 здесь я еще пять секунд продумал наш нащупал выигрыш но не смог его реализовать и f4 cd4 бой бой я поставил дамку и предложил михалу ничью так как у меня было всего 9 секунд без добавления времени тем не менее у меня в этой позиции был симпатичный выигрыш смотрите bc7 в этой позиции играть нельзя так как я могу разменяться вот таким образом и побеждаю буквально один ход не досчитал я получается надо играть b7 а тут уже просто жажь 2 видите дамку нельзя ставить из-за ее поимки тут же gf4 поэтому приходится играть а b4 доставить дамку на c1 ну и тут все заканчивается снова нельзя ставить дамку поэтому белый играет b5 закрываемся ну и на b6 играем допустим на a3 белые жертвуют шашку ставят дамку мы ее тут же ловим и побеждаем вот к сожалению не хватило мне времени и в итоге партия закончилась ничью во второй партии михал также играл белыми мы разыграли такой дебют cd4 fg5 bc3 gh4 cb4 и тут что-то я обычно играю gf6 у меня рука дернулась я сыграл bc5 не за почему бывает такое я разменялся на c5 возникает дебют косяк далее возможно а b2 gf6 bc3 fe5 ну и в этой позиции белые меняться gf4 с хорошей позицией я правильно сыграл еf6 в чем тут идея белых то есть если черная сыграет hg7 возникает так называемый косяк саргина эта позиция выиграна за белых давайте ее разверну вот в этой позиции друзья запомните у белых выигрыш то есть можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых кто не знает но кто знает конечно найдете cb2 то есть видите обычные ходы допустим gf6 здесь уже невозможен из-за fg3 и белые попадают на придамочное поле то есть допустим на ход cd4 естественно уже нельзя ставить дамку так как черные проведут комбинацию cd4 и d5 и сами прорвутся в дамки с лишней шашкой так играть не надо то есть на ход cd4 мы не ставим дамку а меняемся назад ну и здесь позиция выиграна у белых следующим ходом ставим дамку и выигрываем gf6 нельзя cb6 здесь можно сыграть fg3 но там возможны проблемы более простой выигрыш такой играем ba5 приходится закрываться dc7 играем cd4 ну и на ход gf6 играем bc3 далее fg5 и вот здесь надо сделать точный ход чтобы более простой выигрыш был gh2 то есть черным у черных единственный ход ef6 так как при других ходах уже не будет размена и белые здесь проводят комбинацию отдаем шашку fe5 затем еще отдаем шашку ab4 и играем fg3 прорываемся на придамочное поле и здесь легко выигрываем тут никаких проблем у белых с выигрышем нет ну и последний самый сильный ход здесь это ход так hg7 hg7 cb2 ef6 здесь все очень красиво заканчивается белые меняются fg5 бой бой играют d e3 видите снова же f6 играть нельзя из-за удара fg3 белые прорываются на придамочное поле и выигрывают снова нельзя играть cb6 здесь уже белые проводят удар с лишней шашкой легко выигрывают то есть остается единственный ход fe7 тогда играем ef4 и грозим подорвать пункт d6 ходом fe5 поэтому черным приходится нападать самим белые красиво жертвуют шашку и нападают сразу же на 4 шашки черных черным приходится закрываться лучшего нет и белые проводят свой финальный удар отдаем 2 шашки и красиво снимаем 4 шашки соперника с выигрышем то есть вот на эту ловушку михал и ловил меня hg7 в этой позиции играть нельзя так перевернем позицию ну я знал дебют поэтому в этой позиции я точно сыграл ef6 ну и далее возможно такой вариант fg5 бой бой михал играет d e3 я играю fg7 белые нападают надо закрываться cb6 белые еще раз нападают ну и тут проще всего ничью форсировать черным таким образом играем d e5 бой и бьем на c3 ну и здесь уже белым надо быть аккуратными нельзя видите ставить дамку так как черные прорвутся на преддамочное поле и поймают дамку белых с выигрыша естественно так не играть нельзя приходится играть cd2 ну и далее форсировано все бой f e5 e d2 меняюсь назад dc3 fe5 fe3 gf6 b5 hg7 gh2 gh6 hg3 fg5 ну здесь я еще поддавливаю но у белых есть точная ничья белая игра gh4 приходится меняться gf4 и жертвует шашку с прорывом в дамке далее следует обоюдный прорыв fe3 b7 ef2 а b8 а b8 я поставил дамку михал сыграл hg5 и предложил ничью но здесь я еще пытался выиграть напал с поля d4 и чуть не проиграл еще в цитноте у меня осталось 9 секунд у михала 14 михал тут проводит мне комбинацию отдает шашку cb4 и gf6 и бьет на поле c3 но к моему счастью здесь у черных нашлась ничья играю g6 и здесь не получаются так называемые штаны или вилка то есть белый играет на f6 и я успеваю занять поле a3 с ничьей далее партия закончилась в ничью то есть две партии сыграли с михалом и третья партия решающая смотрите cd4 я играю белыми уже михал играет hg5 острый дебют тут игра обратная игра бадянского я естественно связываю черных лучший ход и михал играет b5 хочет свести партию к острому дебюту колл воронцова естественно я иду но острый вариант ставлю колл dc5 и михал нападает cb6 жертвуем шашку и меняемся 2 на 2 далее fe5 можно и bc5 в этой позиции играть но мы сегодня разберем fe5 очень подробно играю fe3 и на ход gf6 играю hg3 далее возможно hg7 и на ход ef4 черные вываливаются в центр e d4 я связываю черных fg5 и михал закрывается d e7 и в партии я перепутал вариант я сыграл e d2 а более сильный ход был gf2 ну давайте сперва рассмотрим партию я сыграл e d2 михал сыграл bc7 далее я сыграл gf2 и на bc5 сыграл gf4 в чем идея черные играют ab6 и в этой позиции друзья обратите внимание напрашивающийся ход dc3 уже проигрывает черные играют ab4 то есть видите в эту сторону не побьешь так как черные прорвутся в дамки с выигрышем а если бить в эту сторону ну у черных мощный центр здесь они постепенно побеждают рано или поздно затем займут c3 и выигрывают поэтому dc3 здесь проигрывает здесь в этой позиции еще есть ничья надо играть fg3 и на ход cd6 видите грозит d e5 и прорыв дамки я сыграл dc3 далее fe5 и вот тут я окончательно запутался я сыграл b3 в итоге и Михаил меня победил смотрите cd4 cd2 здесь играть нельзя так как черные прорвутся в дамки вот такой удар не сложный стоит с выигрышем поэтому мне пришлось закрываться ну и Михаил сыграл gf6 ab4 bc5 ну и тут уже в безнадежной позиции у меня закончилось время Михаил победил симпатичная партия тем не менее в этой позиции еще у белых была ничья можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых довольно таки красивая комбинация ничейная правда смотрите dc3 b3 нельзя играть gf6 надо играть черные бьют и белые играют gf4 ну на g5 бить нельзя так как белые прорвутся в дамки и легко выиграют эту позицию то есть на ход cb4 просто играем d3 и прорываемся снова в дамки с выигрышем поэтому черным в этой позиции приходится бить на g3 тогда мы пробиваем предварительно на c7 затем бьем 3 шашки ну и возникает примерно равная позиция ничейная то есть именно так и надо было не играть ну теперь рассмотрим давайте интересный вариант который есть в книге Максима Федорова энциклопедия энциклопедия то есть в этой позиции наиболее сильный вариант gf2 смотрите теперь у черных есть 3 хода bc5 bc7 и ab4 давайте разберем все 3 хода ab4 уже оказывается проигрывает белый играет bc3 ну приходится бить на d2 тогда белые бьют на c5 и видите шашка d4 оказывается под угрозой окружения то есть белые здесь легко побеждают например ab2 ab6 gd2 bc5 и здесь белым надо точно разменяться fe3 бой бой далее возможно bc7 ef2 снова точный ход единственный остальное не ведет к победе ну и тут энциклопедия четко складывается в пользу белых например cb6 fe3 не даем черным пошевелиться ну и на b5 играем bc3 далее cb4 gd4 или cd4 без разницы b3 d3 черные вроде бы прорываются в дамки после ab4 ab2 но дамка их тут же ловится например ab6 черные ставят дамку на a1 отдаем шашку b7 и нападаем видите черным мешает собственная же шашка на f6 поэтому ходить некуда если они отходят по большой дороге мы ловим дамку таким образом с выигрышем если же черные отходят допустим по двойнику тогда отдаем шашку и бьем так же на поле допустим h2 с выигрышем разобрали ход так ход ab4 в этой позиции проигрывает отметим также неудачно здесь играть bc7 потому что белые играют gf4 и ab4 помните здесь снова проигрывает так как меняемся bc3 бой бой далее ab2 ab6 ну и тут уже можно просто fe5 напасть и шашка d4 гибнет уже простой выигрыш если же в этой позиции играть допустим cd6 тогда у белых преимущество будет они меняются fe5 ну и здесь у белых лучшая позиция то есть видите у черных три шашки по большой дороге ну несмотря на то что у белых шашки бортовые здесь у белых более приятная позиция то есть после хода gf2 правильно здесь играть bc5 далее возможно gf4 ну допустим ab6 теперь смотрите точный ход fg3 вот напоминает партию которую мы рассмотрели но я там неправильно сыграл то есть я играл ed2 и там постоянно удары были на поле e1 а здесь уже ударов нет ну и тут в чем суть смотрите у черных есть два хода bc7 b7 ну еще ab4 есть да давайте тоже все три рассмотрим ab4 играть уже плохо так как белые видите нападают fe5 ну и тут у черных проблемы то есть видите допустим на такой ход тут уже можно вот таким образом разменяться ну и позиция черных плохая то есть если здесь играть допустим b7 этот ход проигрывает смотрите играем fe5 приходится отходить fe3 и меняемся gf4 бой бой ну и здесь белые прикольно побеждают смотрите ход gf6 невозможен из-за красивой комбинации можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за белых кто не знает белые играют gf6 прикольный ход смотрите вперед бить нельзя так как белые отдадут шашку и прорвутся в дамки с выигрышем поэтому после hg7 приходится бить назад тогда меняемся таким образом ну и как бы черные здесь не играли они проигрывают допустим на cb4 здесь уже проводим такую комбинацию играем fe7 затем dc3 прорываемся в дамки с выигрышем поэтому gf6 здесь играть нельзя приходится играть ed6 тогда нападаем dc3 видите закрываться нельзя приходится отходить d e3 и играем b a3 позиция черных полностью скомпрометирована поэтому им приходится жертвовать шашку ходом cd4 бой бой ну здесь cb2 все таки не ведет к победе у черных есть ничья а здесь правильно пожертвовать шашку gf6 и сыграть cb2 грозит ab4 то есть на cd4 уже будет просто hg5 и шашка hg5 проходит в дамки видите потому что хода d e7 нет из-за так называемого удара по затылку с выигрышем поэтому черным в этой позиции приходится отдавать шашку ab4 и играть ef4 тогда играем b a3 черные жертвуют шашку e d2 бьем и черные играют fe3 ну и в этой позиции несмотря на простоту кажущуюся у белых выигрыш везде черные вроде бы проходят дамки но ничьей у них нет играем ab4 ну и на ход ef2 играем b5 то есть видите в чем суть на g1 дамку ставить нельзя на e1 тоже нельзя так как белые играют cb6 ну и как бы черные не побили белые здесь все равно побеждают за счет лишней шашки дамка ловится черным то есть d e7 играть бесполезно играем просто cd4 ну и на постановку дамки на g1 ловим ее таким образом с выигранным эншпилем если же черные в этой позиции ставят дамку на e1 тогда играем d e5 ну и на нападение также этот эншпиль за белых выигранный две лишние шашки это победа ну и наконец самый сильный вариант если в этой позиции черные играют d e7 тогда играем cd4 ну и на постановку дамки играем d e5 видите дамки черных некуда негде развернуться допустим они еще нападают на c3 тогда просто идем в дамки черные играют на h8 играем на c7 и видите хода ed6 нет так как белые просто бьют на e5 и дамка черных ловится то есть а если допустим черные бегают по большой дороге просто ставим дамку на b8 ну и затем постепенно отъедаем шашку e7 проводим шашку a5 в дамке и побеждаем здесь уже не буду углубляться а тут выиграем то есть разобрали ход b7 проигрывает правильно играть здесь bc7 ну и далее возможно b3 в этой позиции правильно играть а b4 и здесь у белых есть красивая жертва двух шашек смотрите fe5 надо отходить белые отдают одну шашку уже f4 и затем вторую шашку fe5 нападают сразу же на несколько шашек черных и черным здесь надо играть аккуратно правильно отжертвовать две лишние шашки ходом cd2 и затем играть cd4 белые меняются назад bc3 ну и здесь черным надо играть аккуратно единственная ничья такая bc5 ab2 cd6 cd2 de5 ba3 ed4 белые меняются назад ну и далее быстро приведут такой вариант cd4 ab6 de3 bc7 ef2 cb8 белые провели дамку черные тоже провели дамку ставят на e1 белые доводят шашку c1 до поля e5 но дальше ее провести не могут этот ншп ничейный давайте рассмотрим примерные варианты вкратце cb2 играем на e5 на a5 играем на g3 дамкой черные пока не дают вытеснить дамку с поля e1 но белые все таки это добиваются допустим h2 e5 g1 e1 e3 a5 f2 видите белые выигадали темп поэтому после хода на e1 играют на g3 и все таки вытеснили дамку черных с нижнего косяка черные вынуждены уходить на c7 и белые занимают дамкой поля b4 черные нападают с поля e5 и загоняют шашку b2 на a3 далее возможно допустим на b8 на c3 напали разок надо отойти сыграли e d6 не дают продвинуть шашку a3 допустим a b6 стоит угроза видите допустим отошли повели шашку в дамке cd6 b5 d5 ну и все таки в этой позиции у черных есть ничья смотрите допустим на g1 и здесь точный ход надо сыграть только на поле c7 здесь белые не могут выиграть смотрите допустим ножи на e3 сыграют на f4 надо напасть обязательно если e d4 снова нападают то есть когда белые занимают серединные поля надо заходить в лютки и нападать допустим ушли на g1 и снова на c7 то есть в чем суть если черные позволят провести шашку а5 в дамке они проигрывают смотрите допустим ушли на b8 а b6 допустим на h2 b7 на b8 на b8 ушли на b6 белые ну и видите они проводят дамку ушли на h2 ушли на a5 предварительно зафиксировали вот эти шашки ну и после того как черные ушли на h2 поставили дамочку на b8 черные уходят и белые здесь легко побеждают подрывают f6 то есть снимают две шашки затем еще побьют шашку g7 и проводят вот эти две шашки в дамке и выигрывают все таки вернемся к ничейной позиции правильно было сыграть на c7 ну и тут еще одна ловушка есть у белых допустим смотрите gf2 снова нападаем помните с срединных полей выгоняем белых а белые могут уйти допустим на e1 снова играем на c7 не даем шашку белых провести в дамке и на ход ed2 здесь надо сделать точный ход можете поставить видео на паузу и попытаться ничью за черных она здесь довольно таки не очевидная но симпатичная черные играют допустим на b8 то есть видите если белые сыграют допустим на e3 уже снова играем вернее на e3 снова нападаем и будет ничейная позиция а если белые ведут на поле b6 шашку здесь черные проводят комбинацию то есть играют ed6 затем f7 пропускают белых дамки и красиво форсируют ничью то есть на любой ход занимаем большую дорогу и белые здесь победить не могут такие симпатичные варианты еще какие варианты возможны в этом дебюте после хода ed2 допустим bc7 gf2 bc5 вместо хода gf4 еще был возможен прикольный вариант как было в партии войцы щук вигман смотрите меняемся назад fe3 вместо хода gf4 бой бой ну и в партии гроссмейстер владимир вигман сыграл cd6 это ход все-таки не точный а наиболее интересный вариант за черных я рассмотрю чуть позже смотрите тут возможны интересные варианты b3 ab4 и смотрите на что рассчитан этот ход если белые будут играть прямолинейно допустим ab2 они здесь проигрывают то есть черные играют ab6 и на ход bc3 закрываются b5 ну и связки сказываются в пользу черных смотрите ef2 d5 cb2 меняемся e d4 ну и на ход fg3 черные выигрывают с помощью жертвы то есть отдают шашку d3 и играют gf6 тут у черных никаких проблем нет то есть приходится жертвовать допустим меняться черные отъедают шашку b2 затем проводят все три шашки в дамке и легко выигрывают то есть в этой позиции ход ab2 уже проигрывает а правильно играть cb2 как и сыграл мастер айвар войцыщук смотрите позиция черных незавидная но тем не менее у них есть очень красивая ничья ab6 белые меняются dc3 то есть bc3 сейчас играть плохо все сводится только что рассмотренным вариантом надо меняться dc3 черные играют d5 единственный ход и на нападение cb4 красиво форсируют ничью смотрите b5 жертва двух шашек затем d5 и чисто хоккейная ситуация как сказал гроссмейстер видман белые не могут реализовать двух лишних нападающих то есть на ход bc3 черные проводят комбинацию и достигают ничьей cb4 gf6 и бьем три шашки с ничейным эншпилем но все таки как было более правильно играть в этой позиции вместо хода cd6 можно было сыграть ab6 то есть мы хотим свести партию к тем же вариантам после b3 но если мы здесь сыграем не cd6 а именно ab4 здесь уже смотрите наоборот ход cb2 проигрывает видите на что рассчитано то есть на cb2 мы уже играем ba5 и все сводится к тем вариантам которые мы смотрели допустим bc3 cd6 ef2 d5 ab2 ed4 помните то есть на fg3 жертвуем шашку d e3 и gf6 с легким выигрышем ну если белые меняются допустим назад здесь выигрыш такой играем ed6 строим колоночку грозим разменяться на поле c3 и поставить рожон а на ход d e3 ставим все равно рожон на c3 и на ход ef4 играем ab4 ну и тут белым уже можно сдаться никаких шансов на ничью у них здесь нет то есть в этой позиции ход cb2 уже наоборот проигрывает а здесь правильно играть именно не cb2 а ab2 в чем идея тут у черных есть два варианта b5 и cd6 давайте рассмотрим оба на ход cd6 играем d e3 с угрозой разменяться e d4 если черные играют d e5 тогда играем cd2 и на ход b5 играем bc3 черные меняются e d4 давят белых но все таки здесь есть симпатичная ничья черные играют e d6 грозят разменяться bc3 поэтому приходится отходить до e3 черные ставят рожон на c3 но здесь белых спасает комбинация можете поставить видео на паузу и попытаться найти ничью за белых белые играют e d4 видите приходится бить на поле e3 назад бить нельзя так как белые попадут в любки и пройдут дамки затем белые отдают шашку gf6 и играют gf4 ну как бы черные не били белые бьют на b2 ну и здесь точной игрой достигают ничей например d e5 bc3 e f4 cd4 тут проигрывает можете самостоятельно убедиться а вот a b4 ведет к ничьей на fe3 играем bc5 и на e f2 cd6 черные ставят дамку ну и тут белые даже могут скинуть шашку и поставить дамку на b8 черные вынуждены занять большую дорогу ну тогда белые занимают верхний тройник и шашка опять черных не проводится в дамке то есть черные либо теряют большую дорогу либо не могут провести шашку опять в дамке это ничья так еще в этой позиции возможен вариант кроме d e5 возможен ход b5 в этой позиции тут уже белым можно провести вот такой уравнивающий маневр отдаем шашку и нападаем то есть видите отходить нельзя так как черные проиграют здесь даже то есть несмотря на равенство шашек белые здесь побеждают поэтому в этой позиции лучше всего черным сыграть допустим fe5 бой бой ну и здесь белые все таки достигают ничьей они меняются вот таким образом ну и допустим ab4 ef4 bc3 fe5 cd2 ну и здесь черные ставят дамку затем разменивают шашку e5 ну и видите шашка белых h6 за счет шашки f8 не проводится в дамке это позиции также ничейные друзья если вам понравился разбор острого варианта кола воронцова ну и вообще это видео обязательно поддержите мое творчество лукасом и подпиской пишите комментарии задавайте вопросы если что-либо непонятно отвечу на все вопросы до свидания друзья и давайте воевать только на шахматной и шашечной поск поск поск